Послушайте, если ты открываешься для настоящей веры Божьей, и то, о чем мы сегодня говорим, является базисом этой веры, то все остальное, которое, как говорится, приложится, оно действительно приложится. Что же это остальное? Вот, например, 33 стих этой главы говорит, которые верой побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угошали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих. Это все приложится, друзья, это все приложится. Вы знаете, что человеку сильному, физически имеется в виду, если он в спортзале трудился и накачал себе мышцы, ему что, например, поднять, ну, там емкость какую-то, допустим, с водой, что камень какой-то, неважно, как это выглядит, чем это называется, и чем является по сути, все, что имеет вес, он способен поднять. Только потому, что он где-то, когда-то становился сильным, работал, и потом уже ты можешь что шары тягать, что это. Спортсмену легко быть выносливым не только во время бега на длинной дистанции, ему легко быть выносливым во время любой другой работы, потому что он вынослив в принципе. Верующему потом легко делать верой все то, что может быть сделано верой, потому что он верит в принципе. Нет смысла учить специально молиться за исцеление. Лучше учиться вере настоящей, точнее принять верою самое главное, как главное, что этот мир, он временный, цепляться за него нечего, надо быть готовым ответить на Божий призыв, если он сорвет тебя с насиженного места. И ты сам себе можешь дать честный ответ, что ты не готов, ну или готов. Не надо об этом никому доказывать, что я сильно верю в Бога. Послушай, вот этого делать не надо. Человек, который доказывает, ну, как бы по-взрослому, он тем самым желает показать, что он вот уже, ух, это опять же гордость. Это все не имеет ничего общего с верой. Настоящий верующий никому ничего доказывать не будет. Но о нем будут знать, как и верующим. О том, кто доказывает, как раз будут знать, скорее всего, противоположное. Потому что он и будет являть таким образом это противоположное. Если ты ищешь Бога, если ты хочешь этого прежде всего, если ты безумен в этом плане, как и являются для мира все верующие, в принципе, безумными, все, что должно приложиться, к тебе приложится. Но ты знаешь, если в Божьем плане для тебя будет прописано так, так что ты особо ничем обладать в этой жизни не будешь, то, стремясь к главному и находя его, ты будешь счастлив без всего того, что будет у таких же, как ты, стремящихся также к Богу, если у них будет этого больше. Ты не будешь ни в коей мере разочаровываться. Если ты будешь сориентирован на земное и наличием земного проверять уровень своего благословения, ты будешь разочарован, если у других будет то, чего нет у тебя. И само по себе то, что ты будешь разочарован, то есть у тебя будет отсутствовать шалом, это укажет на то, что с тобой как-то, в общем-то, все не в порядке. Как-то сегодня я сложное предложение строю. Вы скажите, если я запутал вас. Я это говорю потому, насчет того, что верующий, имеющий может очень жить в дружбе с верующим, не имеющим, потому что наличие вот этого у одного не делает завистливым другого, потому что в главном оба имеют много. Нечему завидовать. Вы понимаете? Вот, что интересно. Тут написано на финале этого фрагментика «Угашали силу огня», который мы 34 стих прочитали. 35-й. Жены получали умерших своих воскрешенными. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Вот если вопрос стоял так, то лучше уж так. Почему? Потому что, ну, небесное. Я помню, встретился с одним братом, наверное, пару лет назад. Мы с ним говорили об этих вещах всех. И он мне говорит, что наличие материального подразумевает степень благословения. Я давно не верю так. И я с ним, в общем, как бы спорил. И это было дело беспреспективное, в принципе, как известно. А потом я вспомнил вдруг одну ситуацию, прочитанную на днях. Вот на то время на днях я прочитал одну историю о том, что в Пакистане убили пастора власти и всю его семью пару лет назад в Карачи, на юге город. Большой, миллионный город. Значит, я ему говорю, послушай, ты слышал вот там, ну, не помню, слышал он или нет. Я говорю, понимаешь, с твоей точки зрения, это проклятый человек, пастор в Карачи. Ему предложили отказаться от Господа. Он не отказался. Его сначала выгнали с работы, и он потерял возможность кормить свою семью из 11 человек. потому что там дети, все, ну, больше работы. На него пробовали давить дальше, он не отказался. Его посадили в тюрьму, и в конце концов убили, казнили за веру. Значит, с твоей точки зрения, это проклятый человек, он работу потерял, денег у него не было. Его еще и убили, в конце концов. И Бог за него не заступился. Если следовать твоей логике, то это проклятый человек. Это максимум... С моей точки зрения, это герой веры. Потому что он не отказался от Господа. Он пошел на смерть ради Евангелия. Писание говорит, что он герой веры. Как ты это прокомментируешь? Человек не мог ничего сказать. Вот так. Я ему говорю, знаешь, то, что ты мне рассказываешь, родилось в послевоенной Америке на волне такого длинного, на несколько десятилетий растянутого процесса обогащения американских граждан после войны. В войну страна стала первой страной мира. До этого Англия была первой страной мира в Великобритании. Но Англия, Великобритания в войне потеряла колонии. После войны потеряла последние, Индию и так далее. Она понесла большой урон, потому что воевала в жителях и во всем остальном. А Америка всему миру продавала оружие. И, в общем-то, как говорится, собрала от всех. И еще являясь страной победительницей, сняла ресурсы и так далее. И американская промышленность получила большие заказы, получала. Потом все в Америке начали хранить свои капиталы и центр финансовый переехал с острова на континент, как говорится, с Англией туда. И все это в итоге сделало Америку богатой. И люди, проповедуя вот эту ересь, они получается имели основание в реальности. Потому что американцы все богатели. Верьте, будете богаче. Но кризис 2007 года у многих выбил эту почву из-под ног. Вы читали что-нибудь про продажу из-за банкротства так называемого хрустального храма в Калифорнии? Читал, да? Такой красивенный хрустальный храм харизматический, где все это проповедовалось. И они вынуждены его были продать из-за банкротства католической церкви, потому что просто обанкротились. Оказалось, пришел кризис, и все эти идеи не выдержали проверку кризисом. Оказалось, что благословение было не от того, что мы верим в благословение, а от того, что просто экономика была хороша. Когда она стала хуже, то все это дело накрылось медным тазом. Я бы не привязывал экономику к благословению или к безбожью, потому что я хочу обратить ваше внимание на экономику таких стран, например, как Объединенные Арабские Эмираты или Саудовской Аравии. Я могу продолжать этот список в разные времена. Экономика Японии, например. До начала 2000-х годов это была чуть ли не передовая в мире экономика. Япония страна верующая? Не знаю. Не похоже. В конце концов... Понимаете, подоплека под что? Вы знаете, какая церковь самая богатая в мире и стабильно богатая, такая финансовая имеется в виду? Как? Мормон. Мормон. Церковь Мормон. Мормон. Нет, ну... Церковь можно назвать любое сообщество людей. То есть вот она самая зажиточная, богатая. У них финансово все правильно построено, все жестко по законам финансовым. Они просто правильно организовали то, что позволяет приходить потоку денег. Это как миллиардеры современности, как Баффет, например, если вы слышали такие имена или другие. Насколько они сильно верят в Бога? Кто-то из них буддист, кто-то сам себе Бог, кто-то еще что-то, но у них много денег, у них просто все правильно построено с точки зрения заработка денег. Есть законы экономики определенные, они работают. Можем ли мы сказать, что Бог может на это повлиять или не может? Можем. И знаете, что? Бог, вот когда я это говорю, я не подразумеваю, что ага, если правильно верить, то это значит железно обречь себя на рваные ботинки. Вообще об этом не говорю. Я хочу сказать, что Всевышний обещал нам поддержку. Так? И заметьте, Он обещал нас обезопасить от всего того, что может увлечь наше внимание с небесного на земное. И вот этот баланс между нищетой и мущественной, которая заставляет нас мучиться, и сюда болезни можно приписать, они заставляют нас мучиться, это с одной стороны такая крайность проблем для нас. Другая крайность проблем, это когда получают реализацию твоего вожделения материальной, и ты постепенно становишься идолопоклонником, это другая крайность. И вот Бог держит нас в состоянии золотой середины. Помните царя Соломона и слова о том, что не дай мне богатство, не дай мне бедность? Это мудрые слова были, потому что богатство делает человека гордым, превозносящимся, властным и идолопоклонником со временем. Оно заставляет тебя ценить это, потому что с этим удобнее жить в этой жизни, мягче, красивее, запах чище и так далее. Ты начинаешь к этому привыкать и теряешь фокус. Оно как бы главное туманится и уходит на задний план. Нищета, с другой стороны, обостряет там многие процессы в твоей жизни, заставляют тебя идти путем крайностей во многом. И вот не то, не то не есть хорошо. И вот то, что называется золотая середина, есть благословение. Когда ты с одной стороны не испытываешь крайнюю нужду, которая заставляет тебя идти на крайности и на преступления иногда, с другой стороны, у тебя нет того, что может просто где-то удалить от тебя образ Всевышнего. Вот это вот золотая середина. Это вот у каждого человека она где-то какая-то своя личная. Кому-то не вредно иметь фабрику, а кому-то даже зарплату в тысячи долларов иметь вредно, потому что он начнет кутить по клубам, скажем так, и так далее. Понимаете? Вопрос смирения желаний, вопрос щедрости. Почему Библия много говорит жертвуете? Во-первых, потому что состояние верующего это состояние того, кто не дорожит материальным. И кто будет помогать тем, кто в этом материальном нуждается. И также это сказано жертвуете для того, чтобы постоянно отдавать и не прилипляться к имуществу, если оно у тебя будет и будет умножаться. Чтобы не прилипляться к этому сердцу. И на эту тему заповеди есть. Когда умножается богатство, смотри, чтобы не прилипило сердце. Второзаконие написано так. Почему так написано? Потому что Бог знает, сердце будет прилипляться. Смотри, чтобы не прилиплялось. Ну вот когда у тебя есть вера настоящая, настоящая, которая базируется на Божьего хочу, шалома, который только от Бога приходит. Царь Давид пишет «К святым, к дивным твоим все желание мое». Не к послам стран, не к красавицам он имел возможность, но в лучшие свои дни он говорил «к святым», то есть к тем, кто верит, тем, с кем можно о Боге порассуждать, к тем, общаясь с которыми я имею контакт с тобой. Вот кому все желание мое. Это имеющий все царь, который все, что имел, на себя не тратил. Интересный царь. Мы говорили с вами. Вот это вот правильное состояние. Вот это к этому надо идти, друзья. К этому надо двигаться. И что? Будет проблема у кого-то с верой в таком случае? Будет проблема у кого-то в таком случае в служении? Будет ли у кого-то при таком отношении сердца проблема с тем, чтобы приводить людей к Богу? Открываем вторую главу Деяний. Давайте-ка. Вторая глава Деяний. Из 44-го стиха читаем. Все же верующие были вместе и имели все общее. Откуда общее взялось? Раби Валентин привез из Америки. Правильно? Все. Там братья дали. Все стало общим здесь в Одессе. Все же верующие были вместе и имели все общее. Продавали имение и всякую собственность. Разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца. Говорят, радости мало. Ну, радости было у них много. Они просто увидели главное, поверили в это. Вот та жемчужина, которую нашел купец, помните? И ради обладания ею продал все остальное, потому что почитал это менее важно. Что же это за жемчужина такая? Что это за ценность, что все продал? А это вот как раз и есть вера настоящая, когда он поверил в высшее небесное, то все земное, что у него было, весь его торг, все его умения, показалось ему таким ничтожным вообще, таким неважным, что ради того, чтобы верою принимать радость, сходящую с небес, он продал все, что отвлекало его от этого процесса. Раздал все, что мешало ему фокусироваться на Всевышнем, чтобы обладать то, что дало ему настоящее счастье. Видите ли, душа человека, она устроена так, чтобы быть счастливой лишь при контакте с Богом. Ее можно обмануть таким наркотическим путем. Можно вот наркоман колит на какое-то время, на минуты или часы ему где-то хорошо. Но потом это хорошо возвращается большой болью, страшными мучениями, позором и смертью в конце концов, потому что то, что он принимает, чтобы радовать душу, на самом деле является ядом. Все, что человек делает для своей души, чтобы повеселить ее, и чем удается веселить свою душу минуты, часы, дни или даже месяцы, если если это не есть то самое настоящее, что может прийти только от Бога, то потом это оборачивается разочарованиями, пустотой, одиночеством, болью и смертью, в конце концов. А сюда можно уж предложить каждому из вас все, что у вас в вашем личном списке есть. Лев Николаевич Толстой, он начал искать смысл жизни очень рано. Я помню, читал роман Евгения Онегин, роман Пушкина в стихах, и вообще люблю Евгения Онегина, и вот там рассказывается, что вот этот веселый кутило, если кто-то из вас помнит содержание, который везде был принят, везде был на месте, со всеми умел заговорить на любую тему, был весел, порхал, был наследник всех своих родных, как в самом начале говорится, которому как бы дорога в жизнь была открыта, с определенного времени вдруг бросает все, не совершив преступления, не ударяясь в бега, не по этим причинам, не разорившись, все продолжая иметь вдруг в определенный момент своей жизни, покупает или просто из имеющихся там имений в деревне вот уезжает туда, оставляет свет, ну, Петербург в смысле, называлось присутствие общества быть в свете, да, смешно звучит, все это оставляет, уезжает туда жить и больше никуда не выходит и изредка ездит к соседям, к Ленским, помните, и, не к Ленским, извините, Ленский приезжал туда же, там вот две сестры было, Татьяна и к Лариным, да, и вот там у Лариных он ведет себя ядовито, саркастически, он как бы какую-то игру разворачивает, чтобы хоть чем-то потешить себя, и я думал, вот я думал, когда я первый раз прочитал это, странный парень, все, есть, что ты уехал, не гуляй, Петербург, все же, все же нормально, знаете, когда мне стало 28 лет, 27, я впервые задумался о смерти, впервые, ну, по-настоящему задумался, у меня просто за год до этого погибли все друзья, оно так вышло, и я так остался одинок, и еще первое время, как-то я такое равновесие находил в том, что дела там остались, я их там подтягивал, все, потом меня начала валить пустота, вот, как бы, ронять меня, и я начал думать о том, что мне уже скоро 30, а потом я моложе не стану, а потом дальше, дальше, вдруг что-то задумался я, и я начал понимать, что Онегин где-то начал переживать похожие вещи, достигнул какого-то возраста, потом перечитывая мемуары Толстого, я нашел, что многие люди, вот, как говорится, зажиточные, или даже очень богатые, они переживают с какого-то времени похожие процессы, Лев Николаевич Толстой, он, вот можно сказать так, ему сразу повезло, потому что он сразу родился графом, люди титул за деньги покупают, за большие, которые сначала где-то пытаются заработать, он сразу родился графом, да еще род Толстого, это не был захудалый дворянский род, это был род, как говорится, при власти, родственники Толстого все служили при дворе, кто министром, кто градоначальником, кто где, то есть это все были люди уважаемые на своих местах, значит, начинал он жить как Онегин, кутилой, пьяницей, бабником, проигрывателем состояний в карты, и так далее, с определенного времени его начала посещать мысль, что он просто глупо себя ведет, и он захотел прославиться, он пошел на войну, значит, на войне он вел себя храбро, он действительно там не просто номер отбывал, а участвовал в сражениях, кто был в Севастополе, мог быть в историческом парке, на батарее Толстого она там стоит, Крымская война была проиграна Россией, и русским досталось там крепко, Толстой воевал в этой войне, придя с войны, он понял, что героизм и война, это большая глупость, и все, что он нашел там, оказалось не тем, что ему нужно на самом деле, но что ему было нужно на самом деле, он не понимал, у него была пустота, и он не знал, чем ее заполнить, дальше он пишет, я начал писать романы, я захотел познать нравственность, я как бы на каком-то этапе, думая, что я понял нравственность, я начал учить нравственности других, но постепенно пришел к выводу, что люди похожие мне, вот учителя нравственности, на самом деле, это просто как бы позиция гостей, это желание возвышаться над теми, кого ты считаешь менее нравственным, но признать это друг перед другом, эти люди не могут, хотя пишут противоположное зачастую тому, что пишет твой коллега по цеху, и все играют как бы в такую молчанку, поддерживая друг друга в том, что не является истиной на самом деле, и, так как писал Толстой хорошо, у него был литературный талант, он начал зарабатывать на своих произведениях большие деньги, и, в общем, считается, что Толстой был по-настоящему первый в мире коммерчески успешный писатель, именно такой успешный, что аж страшно. Британская энциклопедия, вот уж честь, считает его величайшим писателем всех времен и народов, Льва Николаевича Толстого. Он серьезнейшим образом распогател. К тому состоянию, которое досталось ему по наследству, присоединилось состояние от успешного введения финансовых операций и от литературных гонораров. И, не найдя удовольствия в писательстве, он бросил писательство, потому что ему приелась слава великого писателя, он понял, что это не то, что он думал, что оно здесь, но оно не здесь. Он захотел стать большим хозяином, экономистом и человеком, который ведет грамотное дело. И у него получал, такой талантливый, послушай. Параллельно он захотел построить семью, когда возраст пришел. У него было 13 детей Толстого. И, значит, он пишет сам, что вот эта обилие детей, забота о них на какое-то время отдалили меня от поиска смысла жизни, и мне показалось, что я его нашел в детях. Но однажды, говорит, я задумался, что годы мои уходят. И меня скоро не станет. Но через некоторое время не станет и этих детей, то есть того смысла, который я посчитал высшим. И если вообще, это его дословно я помню цитату, и если хоть что-нибудь в этом мире, что не может быть уничтожено неизбежностью смерти, и не найдя ответа на этот вопрос, он хотел повеситься. Будучи прославленным, богатым, знатным, с детьми, состоявшимся, уважаемым, чуть ли не лицом государства, на каком-то этапе. Он еще мне нашел шалома. Я узнаю книгу «Экклезиасты». Царь Соломон, похожая тема. Пробует тут, вроде бы что-то схватил. Не то. Тут не то. Все не то. Все не то. И в 2.17 экклезиасты великие слова, говорит, ты возненавидел ей жизнь. О, как толстого. Ибо все, что делается под солнцем, все суетает омлением духа. То есть все это является просто деятельностью, которая занимает тебя, но не приносит того результата, ради которого ты все это делаешь. Не приносит удовлетворения. И знаете, душа. Попробуйте, пожалуйста, никто из вас, чувство голода известно всем. Попробуйте наесться пенопластом, допустим. Обманешь организм, заполнив желудок не тем, чем надо. Вообще. Попробуй душу обмануть, заполнив ее тем, что не является для нее пищей. Душу не обманешь. Поэтому люди все бродят, ходят в поиски. Дьявол посеял в этот мир большую ложу, убеждая миллиарды в том, что счастье в деньгах, а так как в мире их всегда ограниченное количество, то люди бегают за ними до самой смерти, отбирая их друг от друга, убивая за них, усугубляя свои проблемы и умирая с верой, что счастье в деньгах, которых они в этой жизни так и не нашли. И передают эту веру своим детям. И это передается дальше по цепи. Но правда заключается в том, что счастье души, это контакт с Богом. Она сотворена, послушайте, из смеси земли и Божьего дыхания. И если она не получает подпитку с небес, она остается горстью земли просто. Вот, неживой. Ей тяжело. Я же вам вчера говорил, что вот эта куча глины, она должна сформироваться в сосуд, где есть полость для Бога. В душе есть полость, ее нужно наполнять Всевышним. Ее ничем не обманешь. Вот эти люди, ребята, почему они названы верующими из 11 главы? Потому что их уже невозможно было обмануть. Они знали, что ни вот это, ни вот это, ни то, ничего не даст им того, вообще, что они ищут, не даст им вот этого общения у горящего куста, который горит и не сгорает. Вот так. Ничего не заменит. Ни земля в окрестностях Содома, почему-то никем не занятая, и лот на это покусился, Авраам пошел дальше, потому что его это не кормит. Если кому-то удастся в молитве у Бога выпросить много денег, и вы потом на собраниях будете, говорят, вот я верил, просил, и Бог мне ловит. Аминь. Интересно, насколько хватит вот этой радости, которая, конечно же, приходит, когда появляются деньги, насколько хватит этой радости? А если не закончится, думаете, будет радость постоянно? Вспомните, опять же, Пушкина, скупой рыцарь, как человека было обладание деньгами. Я знаю бизнесменов верующих, которые очень переживают за то, как у них идут дела. То есть дела идут, но они постоянно переживают за то, что те или иные конкуренты все это дело обрушат, и у них начнутся проблемы. И вот это мучение постоянное, вот это вот трепет, дрожание и постоянную попытку от всех закрыться, защититься и оборониться, чтобы стало не меньше. Но разве это жизнь в мире? Обратите внимание на то, что является целью Бога для нас. Сделать нас счастливыми. От чего это зависит? От его присутствия, от его соединения с нами. И все. Если этого нет, нет ничего. Толстой пошел к своим крестьянам, потому что почему-то, вот его так Святой Дух, наверное, повел, потому что вот в этом приступе депрессии ему вспомнилось, что крестьяне живут счастливо, несмотря на то, что у них нет ни славы, ни имени, ни будущего, ну, имеется в виду такого будущего, знаете, помпезного, да ничего у них нет вообще, вообще ничего нет у них, ни денег у них нет. И он вышел в народ, граф, и он начал общаться с крестьянами. Они ему ответили на вопрос примерно так, барин, у нас есть Бог, нам больше ничего не надо. Представляете? Он задумался, он прочитал Евангелие впервые, он увидел, что образ Христа это не то, что было ему противно из-за того, что он очень хорошо знал церковную жизнь. Он знал высших иерархов, знал, кто они на самом деле, он поэтому искаженно воспринимал образ того, кого, как он думал, они проповедуют. Он увидел другого, он за это схватился. Мне приятно читать книги последних лет жизни, когда он раздал все. Толстая. Все. Вот так. Очень интересная история. Для того, чтобы обладать тем, чего он искал всю жизнь, через войну, через писательский труд, через детей, через все, что хочешь, и нигде не нашел. А? Ну что дети? Детей надо учить искать Господа. Поймите, что дети, вот само по себе то, что у тебя есть дети, разве... Что дети-то? Не, ну он их не раздал, конечно же. Ну, конечно, он их не раздал. Нет, я не знаю, как он поделил свое имущество. Я думаю, что, наверное, наследство они получили. Я не знаю, вот этого я не знаю, честно, просто не знаю. Как? Нет, я хотел сказать, что детей надо учить искать Господа, потому что, если ты понял сам суть счастья, то ты не можешь детей своих убеждать ложно, что счастье не в том, в чем ты, как ты самого нашел, а в деньгах, там опять, или в женитьбе, или в замужестве, или в том, чтобы жить где-то, не тут, а где-то. То есть, нет. Если ты понял, что счастье в этом. Вот, например, смотрите, я верю в Бога. Как я могу свою дочь учить, вот дочь у меня родит 3 года, 4 месяца, как я могу учить ее тому, что, ну, ты вот, если заработаешь, тогда у тебя будет счастливее жить. Ну, понятно, что я буду учить ее поиску Всевышнего, уже будучи, вот, если бы я начал ее учить в 2000 году, если бы она у меня тогда была, предположим, я бы ее неправильно учил. Сейчас я уже где-то приближаюсь, как я верю, вот каким-то действительно, настоящим вещам, и я ее буду сообразно этому учить. А говорить и о Боге. Говорить о том, что характер человека может измениться, в чем нужно ему измениться, каким Бог желает нас видеть, что дает добро в жизни, что приносит неконфликтность, что приносит прощение в жизни, что приносит молитва и упование на него, а не заискивание перед людьми. Я уже буду учить у этого, потому что я сам до этого дозрел. У меня не было таких учителей, у меня не было. Мои родители пахали в тресмены на заводе, потому что они так верили в жизнь, понимаете? Вот так они верили в жизнь. Они жертвовали собой согласно той вере, которой обладали. Верой, что надо там, чтобы телевизор был цветной, чтобы там на книжке было что-то. Вот вера такая. У меня некому было учить. Я и вырос таким. Я тоже верил, что надо иметь больше. Такие вот дела. Хорошо. Сколько у нас времени? Гляньте на часы, пожалуйста. Полчаса. Классно. Тогда мы с вами успеем еще рассмотреть пару мест Писания. Не устали? Нет. Ну, тема такая, она видите, она как бы монотонная идет. Тут нет ярких как бы обрисовок из Библии, да? Ну, хорошо. Значит, давайте рассмотрим еще пару примеров. В частности, ну, прежде чем мы их рассмотрим, давайте посмотрим таки, внимательно вот так вот вклинимся в стих стих 1-й, 11-й главы Евреи. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Еще раз говорю, ребята, что вот это невидимое, в чем у героев 11-й главы была уверенность, это есть не имущество, а небесная жизнь Бога. мы так увидели это, да? То есть, это не так, что ну вот у меня чего-то нет, я буду это просить у Бога, потому что Он сказал, просите с верой, а просить у Него это с верой, это значит, что оно у тебя уже есть, хотя его как бы нету, потому что ты его не видишь. Но если быть уверенным, что это невидимое есть у тебя, то происходит осуществление ожидаемого. Вот тут есть уравнение веры, да? Но самый первый, прямой и главный смысл, который сокрыт в этом слове, невидимое, которое открывает нам Писание примерами, приводимыми ниже, невидимое это жизнь с Богом, полноты которой на этой земле нет нигде. Поэтому быть сориентированным на небесное, ради которого ты готов пожертвовать всем земным, это значит и быть по-настоящему верующим. А я думаю, вы думаете, запомнил, что я сказал? Я же говорю экспромтом, это надо потом а то потом будем нарываться на 13 стихе и думать, глянь, а эти не получили, а написано, что получат в первом стихе. Странно, парадокс получается. А, вот тут нет парадокса, слово Божье, оно цельная вещь, оно истина. Это не ислам, знаете, что там сплошные противоречия, не буддизм. Я однажды пришел на собрание к кришнаитам, я быстро, логически поймал на словах гуру главного, и они там в такой ступор все пришли. Говорят, расскажи нам, как ты веришь, я им Евангелие рассказываю. Человек 30 было, они все молились с молитвой покаяния, потом мы хлопали. Это была одна интересная встреча, у меня такая есть в практике. А? Не-не-не-не, потом пели «Слава Иисусу», кстати, потом собрание развалилось, кришнаитов после этого моего височинга. Это на полном серьезе говорю. Я же не умею. Пришел, послушал, смотрю, все нелогично. Я говорю, послушайте, вот это противоречит тому, что вы говорите вот это. А он, да, нет, потом говорит, не, ну как? А все вот так, раз, ну расскажи, как ты знаешь. Ну, хорошо. Вера. Это. Вера, о которой нам пишет Библия. Написано, без веры Богу угодить невозможно. Я хочу угодить Богу. Значит, мне нужна вера. Но просите с верой. Ага, если я претендую молиться, мне надо просить с верой. Угодить Богу без веры невозможно. Спасение я получаю по вере. С верой. Просить надо с верой. Боже, что такое вера? Вера это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Хорошо, я понял. Что же это невидимое Божество и точки зрения, желание которого и есть вера? это жизнь вечная с Богом. Алло, если кто-то огорчен, послушайте, это уже хорошо. потому что это, по крайней мере, неравнодушие. Я неоднократно огорчался, когда получал неудобные для себя откровения, но всегда я после этого начинал над этим думать и постепенно приходил в согласие с Богом. и вот так как бы корректировалась, рихтовалась моя вера из кривой, неправильной, ведущей меня непонятно куда в библейскую. Вот когда ты так знаешь, тебе легче жить. Во-первых, смотрите, в идеале ты ни на что не будешь претендовать. Правильно? Не? Молчат. А кому я здесь рассказываю о нищенском существовании? Я же никому не говорю о нищенском существовании. Я что, рассказал разве о нищенском существовании? Завтра будем говорить с вами о том, что можно просить в молитвах, что нельзя, где применять веру, где не применять, как за исцеление молиться, где там препятствия будут, ограничения, почему многие молитвы за исцеление не получают ответы. которые получат ответы. Обо всем будем говорить. А если не просила, а просто мечтала. Не просила и получила. Американцы говорят джинс. Мечты мне нравятся. Джинс. Хорошо. Первое послание к Оринфянам это послание Павла, написанное в общину, которое было плотской. Значит, община была плотской. И он сам об этом пишет. Это не мои выводы, это прямая речь Раби Шауля. А? Сейчас. Пока найдите первое послание Коринфянам. Ну, сейчас. Мы видим, что эти люди, например, разговаривали друг с другом языками. Это было духовно очень. Павел пишет, не надо этого делать, это не для этого, не надо, это для другого совсем. Это для общения с Богом, а не друг с другом. Они ссорились и ругались потому, что там кланы говорили, мы духовней вас, потому что мы Петровы. Говорили, мы тоже духовные, мы Павловы. А третьи говорили, вообще Иисусы, вы слабаки. Вот. И вот эта гордость, этот кич, знаете, это же слепота. И они в этой слепоте не замечали, что они не духовные вообще. Но они думали, что они очень духовные, очень грамотные. Павел пишет, вы вас гордились вместо того, чтобы плакать, да? Они допускали в жизнь своей общины такие грехи, которые выдавали ее полную, как говорится, несостоятельность. Там было много проблем. Я думаю, что одна из причин этих проблем давайте-ка откроем с вами пятнадцатую главу. Большая глава, будем читать немножко отсюда. не-не-не-не. Вообще здесь много говорится о том, что Ишуа воскрес. Здесь в этой главе почему-то много говорится о том, что Ишуа воскрес. Он убеждает их в том, что Ишуа воскрес. Это показывает нам, что они не верили, что Ишуа воскрес. может быть, не все не верили, но часть, по крайней мере, не верила точно. Кроме этого, здесь Павел пишет о том, что для того, чтобы иметь воскресение Христа в своей жизни, надо умереть для этой жизни. А это значит, что этого они делать не хотели. Он здесь говорит, я каждый день умираю для себя. Он говорит о том, что Ишуа умер. Он говорит о том, что Ишуа воскрес. Но также говорит о том, что воскреснет тот, кто прежде умрет. Иначе он не воскреснет. Он здесь говорит о том, что славное, неумирающее тело получают те, кто умрет это тело. И понятно, что здесь и прямой смысл есть, и духовный скрытый. Потому что он здесь говорит о семени, о нетлении, о том, что сеется в немощи, а восстает в славе. Он здесь намекает им на то, что их состояние гордое, деловое и важное, это не то состояние, которое показывает, что они умерли, чтобы воскреснуть. Они себе даже вполне живы, вот этой жизнью, которая по-любому умрет, и они ее не удержат, как бы ни старались. Они никак не намолят себе исцеление такое, чтобы уже не умирать. Вы в курсе, что все выздоровевшие, мы спрашивали в первый день, это Спай спрашивал, точнее, не мы спрашивали, мы обсуждали, все выздоровевшие после молива за исцеление все равно умрут физически или нет? 50 стих. Но то скажу вам, братья, что плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божье, и тление не наследует не тление. И тление не наследует не тление. Зачем он им это объясняет? Это же суть Евангелия, но они, оказывается, с этим были не согласны. Это Павел основал эту общину. Значит, он рассказал им это, он же понимал Евангелие. Но они не видели это как важное, они, возможно, забыли об этом. Или же они слышали об этом, но не были с этим согласны, и он им говорит это в такой форме, как вроде бы они не знали, он говорит это впервые. Он говорит, скажу вам, братья, говорю вам тайну, мы не все умрем, писем первый стих, но все изменимся. 53 стих говорит, ибо тленному сему надлежится облечься в нетлении, и смертному в бессмертии. Когда же тленное облечется в нетлении, смертное облечется в бессмертии, тогда сбудется слово, написанное, поглощена смерть. Интересно, правда? А вот хороший стих мне очень нравится, 34-й. Такой очень резкий стих. Отвразивитесь, как должно, и не грешите, ибо к стыду вашему скажу, некоторые из вас не знают Бога. Они грешили. Они жили так, что рисковали не попасть в небесное царство. Как один из вариантов ответа, почему? Возможно, они в него не очень верили, в это небесное царство. Они верили в земной успех, они верили в нужду в Господе для земной жизни. В 19 стихе мы читаем, «И если мы только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Они надеялись на Христа, не как на проводника в царство Отца вечное. Они надеялись на Него для того, чтобы помолиться и получить тута, а не тама. И тот вопрос воскресения и смерти, а потом воскресение раскрывается им, чтобы со всех сторон показать им, что народ, жизнь там, это перегон от пункта А в пункт Б, нам надо пройти. Тут не надо задерживаться, не надо за это цепляться, особенно греша за это цепляться. Потому что тот, кто надеется на Господа в этой жизни, не просто ошибся, он несчастнее всех человеков. А знаете, почему? Потому что надеющийся только для этой жизни будет цепляться за эту жизнь. Он многое сможет отдать за то, чтобы продолжить эту жизнь. И в общем у них примерно так и получалось. Ради радости этой жизни они шли на грех без проблем. Эта жизнь, если за нее держаться, если жертвовать вечный ущерб этой, это значит, вот эта вот поговорка, что в этой жизни все надо попробовать. Это от этой философии она исходит. Вот это философия. Он им говорит, что несчастнее всех человеков. Неверие полное. Это к вопросу о молитвах за то, чтобы что-то иметь здесь. Я когда-то в церквях спрашиваю, когда проповедую на тему важности служения еврейскому народу. Я говорю, вы поете песни, мы ждем тебя Господь. Говорит, и Господь. Ну, почти все говорят, да, у нас есть такие песни, мы их поем. Ну, в разных интерпретациях, но смысл этот. Я говорю, а как вы его ждете? Ну, мы ждем. Вот в Писании написано, что служить во спасение Израиля, это приблизить его приход. Когда Израиль призовет, он придет. Ждать его активно, это значит служить во спасение Израиля. Значит, он не придет без спасения Израиля и говорит, мы ждем тебя, и не делать ничего для этого, это по факту не ждать его. Если вы ждете его, то служите во спасение Израиля. Израиль спасается, призывает, Господь приходит. И вот мы тогда дождались. А если этим не заниматься, он никогда не придет. Нет, я неправду сказал, он придет все равно. Потому что кто-то когда-то начнет заниматься Израилем, то, что мы делаем, это уже старт процесса, или уже, точнее, уже движение в этом направлении. Но, но послушайте, вот служение во спасение Израиля, это одно из дел, которое показывает на то, что у тебя есть вера, тебе нужен Господь. Ты не удовлетворен этой жизнью, ты хочешь, чтобы он пришел. Когда он придет, все то, что нужно человеку, исполнится. Мудрость, вечная жизнь, шалом в сердце, чистота отношений, истинность, святость, это все будет у тех, кто будет с ним. И даже у самых отчаянных верующих этого нет в полноте на этой земле, потому что без Господа этого не может быть в полноте в принципе, даже если ты очень верующий. Поэтому истинно верующие ждут его, зная, что вот с ним будет, а без него нет. Поэтому истинно верующие, если понимают, что Израиль ключ к его приходу, они будут что-то делать в этом направлении. Например, 11 глава послания евреям пишет нам о том, что Маше, Маше, написано 24 стих, «Верой Моисей, придя в возраст, отказался называть сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение». То есть здесь сказано, что Моисей имел перспективы быть в хорошем положении в египетском сообществе. фараоновой. Может быть. По крайней мере, по крайней мере, у дочери фараона никого не было из сыновей, как один из претендентов. Но даже если он был просто каким-то князем себе, понимаешь, это уже... Но он лучше захотел страдать с Божьим народом, придя в возраст. Это с намеком. Возраст — это когда ты вот так начинаешь мыслить, нежели иметь временное греховное наслаждение. И временное здесь недаром сказано, потому что вся 11 глава пишет о вечном, невидимом, как вечном. И уверенность в этом, и стяжание этого, желание это иметь, тяга туда, это и называется действием веры, и верой по сути. Вот. Вот то же самое со служением Израиля. Ну, коринфяне вы видите, да? У них с этим была проблема. Теперь послушайте, еще буквально чуть-чуть и закончим. Лука 12, откройте, пожалуйста. Лука 12. Я вот слушал, бывало, что смотрите, Иисус говорит, что вот смотрите, птицы там небесные, там вот это, и цветы красивые, а вы лучше, вот поэтому вы, христиане, лучше. Я скажу так, это не всем написано. Это не для всех это благословение и обетование, не для всех, не для всех поверивших в Господа. Как это так? Загизинт. Сейчас посмотрим. 12. Нашли? 24 стих. Извините, 22. И сказал ученикам своим. И вот это вот надо подчеркнуть. Потому что все, что написано дальше, оно относится к ученикам. к ученикам. И сказал ученикам своим, посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть не для тела, во что одеться. Душа больше пищи, тела одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут. Нет у них ни хранилищ, ни житницы, Бог питает их. Сколько же вы лучше, птиц? Он говорит это ученикам. А ученики это кто? Это не тунеядцы, которые, знаете, вот решили надеяться на Бога и ничего не делать, как птицы, которые не делают ничего. Быть красивыми, красивее цветов, которые тоже не делают ничего. Нет, это говорится ученикам. А кто такие ученики Господа? Это кто учится у Него жить, как Он, верить, как Он, посвящаться, как Он, служить, как Он. За таких людей горой стоит Господь. За таких людей печется Господь. И если речь идет о том, чтобы что-то в этой жизни иметь и не быть в нищете, то самый простой способ это быть учеником Ишуа. Ты будешь под надежной защитой. Это сильное обетование. И скажите мне, вот ученики его, вот мы читаем немножко об их жизни, много не написано, немножко есть. Больше всех про Павла. Не прямой апостол, но все-таки. Кроме Иоанна, все умерли не своей смертью. Можно ли сказать, что они были несчастными? Когда прочитаешь, как Петр и Иоанн попали в темницу, причем для того, чтобы на утро быть казненными, это же ночь в страхе значит прожить, в ожидании смерти. Как говорят, ожидание смерти хуже самой смерти. Но вы посмотрите на их поведение. Это было поведение большой радости. Вместо того, чтобы хуже смерти самой иметь в эту ночь, потому что ожидания ее утром должны, они были в радости. Кто-то говорит, они верили, что Бог их спасет. Послушайте, а я думаю по-другому. Они знали, что их не смерть ждет, а жизнь наоборот, раскрытие. О, но Богу было нужно, чтобы они еще послужили. Потом он поменял в расклады и ушел. Никто из них не отрекся от Бога под страхом смерти. Петр стал другим человеком. Он отрекся тогда за страх перед жизнью. Но когда он понял, что есть вечное, увидев воскресшего Иешуа, он понял, что эта смерть не страшна, потому что ее нет. Как мы, помните, говорили на первом уроке, население земли ошибочно считает смертью не то, что ее является на самом деле. Потому что биологическое уничтожение оболочки нашей души не есть смерть, согласно Писанию. Это просто переодевание нас в другое тело с временного на вечное. И все. ученики. Вот мы с вами получили приглашение в ученики и вот обетование для учеников. Хорошее, надежное, классное, крепкое. Так, последнее местописание. На сегодня закончим. Аллилуйя. Аллилуйя. Вторая глава. Третья, извините. А, филиппийцам. Филиппийцам 3. Подражайте, братья, мне. Филиппийцам 3. 17 стих. Подражайте, братья, мне, и смотрите на тех, которые поступают по образу, которые вы имеете в нас. Как поступать и чему подражать? Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова. Как это, как враги Креста? Заметьте, не враги Христа, а враги Креста Христова. Крест, как известно, это орудие позорной, страшной казни. И нести свой крест, по-библейски, это значит, что перестать жить для себя, и жизнь да будет распята, уничтожена, убита для себя на позорном орудии казни. Враги Креста Христова это люди, отказывающиеся от вот этого, от вот этой главной идеи, которая стоит в базисе новой жизни. Там описано, что? Нести Крест, это значит, не жить для себя, нести Крест, это значит, что все свои желания, понимания, философию жизни, которая была у нас до Господа, и которая являлась вот нашим, как бы, путеводителем, что все это должно быть уничтожено на Кресте Христа, уничтожено полностью, убито, с позором, потому что то, как мы мыслили раньше, это позорно с точки зрения святых истин Господа, поэтому именно на орудии позора это должно быть, не почетно убито, а с позором. Еще раз с 18-го, ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Креста Христова, и вот он, что про них говорит, их конец погибель, и объясняет, их Бог чрева, и слава их в сраме, они мыслят о земном. Это те, кто мыслит о земном. Вот написано, кто бы спросил, да и понимаешь, нет, Крест это не то, что ты сказал. Хорошо, пусть не то, но посмотрите 19-й стих. Почему он говорит об этих людях со слезами? Там разъясняется так, что уже двоемыслия быть не может. Вот написано, что их Бог чрева. Я разные толкования читал, значит, например, они объедались, как бы любили есть. Но это одна из ценностей древнего мира. Помните пир Ахашфироша? Полгода ели, ого. Вот, это такое удовольствие было в жизни. Пили, ели. И римские пиры, мы знаем, да, одно из самых главных. Но, с другой стороны, чрева, это значит их Бог, то, что выгодно себе, что диктует плоть. Вот, плоть диктует себе желание. Женщины, женщин, мужчины, там, не знаю, вид внешний, там, внешность, вот, ну, пафос, пища та же. Их Бог чрева. Вот это главное для них. За это, что значит Бог чрева? Это значит, что за это, этому они готовы приносить жертвы. То, что в твоей жизни Бог, вот ради этого ты и будешь жертвовать всем остальным. И слава их в сраме, они мыслят о земном. Знаете, я не хочу, чтобы, чтобы, у меня есть ответственность перед Богом небольшая, я пастор общины в Виннице. Я не хочу, чтобы наша община, за состоянием которой я должен следить за духовным, присматривать, как руководитель, и которую я учу отчасти, чтобы она думала о земном, и чтобы Богом этой общины была своя выгода, то, что диктует плоть. Я не хочу, чтобы наша община была такой, для которой подойдет Коринфянам 15, 19. Вы читали, да? Не хочу. Не хочу, чтобы мы были верующие. Я уже, знаете, мы уже приходим к определенному состоянию, о котором я раньше как в тумане видел, мечтал, и, может быть, даже временами не верил, что такое возможно. Я понял один из секретов, как бы, ну, как мне кажется, по крайней мере, я думаю, что понял один из секретов гармонии на небесах. Я об этом проповедовал последний месяц везде, куда ни ездил. В Ильичевске, в Кишиневе, в Николаеве меня приглашали. Понимаете, гармония между людьми будет тогда, когда каждый из людей, вот когда я, вот если, допустим, от себя, я откажусь от жизни во имя себя и буду жить для других. И вот если сообщество людей будет состоять из всех таких, представьте, каждый будет жить для других, и таким образом каждый будет и получать от других, потому что каждый будет жить для других. и вот это гармония. Каждый будет стараться помочь другому, и ему будут стараться помочь все. В мире все наоборот, в мире каждый живет для себя. И когда я живу для себя, то каждый ближний это мне конкурент, потому что ему нужно то же, что нужно мне, и мы оба на это претендуем. Это значит, у нас появляется основание отталкивать друг друга. Это почва для конфликтов. Если же я буду жить для него, я постараюсь ему это отдать, а он мне, а мы ей, а она нам, и вот так все. И вот это гармония общества на небесах. Поэтому Бог говорит, для других живите. И учиться этому надо не на небесах, а здесь. Я сейчас, буквально минуту. Учиться этому нужно здесь. Там уже никто не переучится, там уже попадут все в готовом, как говорится, виде. С этой идеей надо согласиться здесь. Кто надеется на Христа в этой жизни, тот несчастнее всех человеков. Их Бог чрева, их мысли в сраме, они мыслят о земном. Люди мыслят о своем. Они думают, как враги креста Христова, не желая отказываться от жизни для себя, как Он, потому что Он отказался от жизни для себя и попал на крест в итоге. Ради нас написано, ибо так Бог возлюбил себе мир, чтобы никто не погиб. вот это наша задача, нам это ставят в позицию. Если мы будем искать через веру лишь то, что можем получить себе в свой быт, в свою жизнь, то есть для себя, послушайте, разве в этом Евангелие? Это же антигармонично вообще, в свете того, о чем мы сейчас говорим. если мы будем проповедовать лишь учение о том, как так научиться молиться, чтобы получить, где же здесь жизнь для других, а? Почему община находилась в гармонии и в любви у всего народа? Они помогали друг другу. Каждый жил для другого. Знаете, на том моменте у них получилось. Община Иерусалима росла, как на дрожжях, известно. Там тысячами люди каялись, они увидели, о, это работает, этот механизм работает, там люди нашли счастье. Они находят Господа. Благословения всем.